Итак, завершился полностью очередной тур российского футбольного чемпионата. Посмотрим результаты, таблицу, пробежимся по расписанию следующих встреч и посмотрим, конечно же, список лучших бомбардиров. 25 августа Анжи и Уфа открывали восьмой тур. После пяти поражений в подряд Анжи наконец-то побеждает 1-0. Также выиграл и Амкар с таким же счетом у Арсенала. Для пермяков это стала первая победа в сезоне. Рубин благодаря победе на ТОС на 1-0 продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей. И Локомотив добыл шестую победу, разобравшись с Уралом 2-1. Для Урала это первое поражение за восемь туров. И в воскресенье прошли еще четыре встречи. Спартак сделал 26 попыток забить гол, но мяч каким-то чудом не шел в ворота. В итоге ничья с Хабаровским СКА 0-0. К примеру, у хабаровчан было всего лишь два удара по воротам. Таким образом, СКА свел уже третью игру в подряд к ничейному счету, а Спартак третью игру не может победить. В девятом туре Спартак принимает Рубин, а СКА едет в гости к Уралу. Ахмат забил на 45-й минуте гол, который не должен был защитывать арбитр. Мяч ушел за линию поля, но этот гол стал решающим во встрече с ЦСКА, отметился Садаев 0-1. Тренер ЦСКА Гончаренко считает, что арбитры вытирают о клуб ноги, а вот тренер Ахмата Конанов считает, что его клуб и без этого момента мог еще забить. Интересный факт. Терек Ахмат не забивал на выезде ЦСКА с 2013 года. День рождения ЦСКА получился смазанным. Клубу исполнилось, напомню, 106 лет. В следующем туре Ахмат принимает Локомотив, а ЦСКА на выезде сыграет с Амкаром. Зенит и Ростов сыграли в ничью 0-0, которая для питерцев стала второй, а для Ростова третий в текущем сезоне. Ростов не проигрывает 5 встреч к ряду. Ростов сыграет в следующем матче с Арсеналом, а Зенит с Динамо, которая в этом туре уступила Краснодару. Сразу дублем выстрелил в этой встрече Смолов и принес победу своему клубу 2-0. Беспроверочная серия Краснодара равна 5 матчам, ну а для Динамо это уже четвертое поражение. В девятом туре Краснодар играет против Уфы. Удалений в этом туре не было, забито маловато, всего лишь 9 мячей. Самый популярный счет 1-0. В следующие выходные матчи чемпионата не будет в связи с играми сборных в отборе к чемпионату мира. А в девятом туре сыграет Амкар ЦСКА, предварительно это будет 10 сентября. Ахмат Локомотив, Динамо Москва, Зенит, Ростов Арсенал, Спартак Рубин, Тоснанжи, Урал СКА и Уфа закроют тур матчем с Краснодаром. В турнирной таблице Зенит, несмотря на потерю очков, лидер 20 пунктов. Кроме того, клуб остается единственной командой, которая еще не проигрывала в чемпионате. Локомотив 2-й, 19 очков. На 4 меньше у Ростова. Жаль, что ростовчане не пробились в Лигу Европы. Этого клуба будет не хватать. Краснодар имеет так же, как Ростов, 15 очков. На 5-е место выходит Рубин, 14 очков. ЦСКА 6-й, 13. Ахмат 7-й, 12. У Уфы 10. Урал и Спартак набрали по 9 очков. 8 у Динамо. У Тосна и Арсенала по 7. СКА и НЖ имеют по 6. У Амкара 5. В споре бомбардиров без изменений Кокорин лучший. У него 6 мячей. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!